Пушкин 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 аварийная бригада теплосети с двумя группами. Почему? Потому что параллельно была обнаружена еще одна утечка на второстепенной трассе, поэтому две группы были сформированы. На ликвидацию аварии были брошены все силы, масштаб работ был огромен. 14 человек с помощью четырех единиц техники работали без перерыва до самого вечера. Ликвидировать аварию удалось за три с половиной часа. Геннадий Лифенцев, заместитель руководителя администрации по вопросам ЖКХ, лично наблюдал за ходом восстановительных работ. Благодарен жителям, что с пониманием отнеслись к этим вопросам. Мы не допустили достаточного снижения температуры. Я лично был в квартире 25-го дома, в частности, в 19-й квартире. 17,5 градусов был, это пятиэтажка, когда уже был пуск тепла. Сейчас уже ничто не напоминает о том, что здесь была авария. Все последствия коммунальщики убрали, яму закопали, а землю разровняли. Сейчас в домах микрорайона Серебрянка тепло. Из кранов течет горячая и холодная вода. Коммунальщики обещают не расслабляться и оперативно реагировать на подобные аварии. В Пушкино провели масштабную реконструкцию зимнего боя 1943 года. С пушками, со стрельбой, правда, холостыми патронами, но зато настоящими окопами, вырытыми в мерзлой земле. По сценарию действие разворачивается в лесах Белоруссии. Это время, когда на западных рубежах страны шли самые ожесточенные бои. До Сталинградской победы оставалось всего несколько недель. До прорыва Ленинградской блокады несколько дней. Несмотря на холодную погоду, желающих принять участие в исторической реконструкции было очень много. Школьники приехали буквально со всей Московской области. Инга Лапикова тоже окунулась в военное прошлое. Лес у стадиона в микрорайоне Кудринка превратился в настоящее поле битвы. Здесь все постарались воссоздать так, как это было в тот далекий 1943 год. От одежды, партизаны в шапках с красной звездой и оружием наперевес, до мельчайших подробностей начала боя. Скоро ждется генеральное наступление Красной Армии. Мы должны его поддержать всеми нашими усилиями, значит, перекрыть дорогу, ведущую от железнодорожной станции по грузочным, чтобы не пропустить танки. Но до конца выслушать инструктаж не получается. Из лесу прибегает девушка со срочным известием. Там немцы со всех деревень собирают детей и ведут в концлагерь. Спасите их! Это где? Где? А там дорога через лес. Развилка на ней блокпост. Планы наступления резко меняются. Сражение объединило несколько сотен участников в едином порыве, ринувшихся в бой. Зрительское ощущение от происходящего. Сначала кажется, что смотришь 3D-фильм в огромном кинотеатре, но потом понимаешь, что сам в центре событий. Кажется, что на машине времени попал в прошлое. Одев шинель и каску 43-го года, можно почувствовать себя настоящим солдатом советской армии и выстрелить за победу. Но до победы по сценарию еще далеко. Командир Красной Армии пытается решить вопрос мирным путем и обойтись без стрельбы. Он идет на переговоры с немцами, с флангов его прикрывают пулеметчики. Отдайте нам детей! Вы гранили вам жизнь и свободу! Детей освобождают, а с немцами начинается перестрелка. Фашисты залегли в окопах и не хотят сдаваться. Отстреливаются из пулемета и автоматов. Двоих солдат советской армии ранили. Им оказывает медицинскую помощь совсем юная медсестра. Ее роль и современная школьница, которая даже представить себе не могла, что окажется в такой ситуации. Двое раненых и полевые ранения. После продолжительного боя советская армия берет вверх и наносит сокрушительный удар по фашистам. На этот раз без кровопролитий. Немцев берут в плен. За победу! К реконструкции этого боя в клубе служивы готовились больше года. Искали соответствующую форму и оружие. Часть реквизита делали своими руками. Данные пушки сделаны уже нами лично своими руками для реконструкции событий. Все способны трубы, швелера, фанера. Мы не претендуем на настоящую, поскольку нельзя нам настоящую иметь. А настоящий клуб детский, чтобы детям было легче таскать, это все равно как муляж, но он действующий, стреляет петардами. Несмотря на мороз, солдаты шутят и до конца остаются верны образу. Господа фашисты, это ваша вещь. Возвращаю. С вас 150 марок. Создать реконструкцию одного из сражений в Великой Отечественной войне было давней мечтой для клуба. Осуществить планы удалось только в этом году. Для воссоздания событий выбрали 1943 год, так как он стал переломным для советской армии в Великой Отечественной войне. Просто по нашей форме, как раз переходный период, когда перешли на погоны, как раз немцы разгромили под Сталинградом, вот этот период, когда весы начали клониться в сторону нас, Советского Союза, вот как раз этот период нам наиболее интересен. Все оружие, которое используется в постановках, не более чем макеты. 70 лет назад это были боевые автоматы и пулеметы, а сейчас стреляют лишь холостыми. Но они в точности соответствуют эпохе. Мероприятие приурочили к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Цель организаторов – зародить дух победителя и возродить гордость за свою страну в молодых поколениях. Похоже, им это удалось. Сейчас небольшая реклама, а сразу же после нее мы продолжим рассказывать, что важного и интересного произошло в Пушкинском районе. Не переключайтесь. Медицинский центр «Феникс» предлагает широкий спектр медицинских услуг. Лечение в условиях дневного стационара, оформление больничных листов и все виды лабораторных исследований. Ультразвуковые и эхокардиографические, ЭКГ, спирометрия. При медицинском центре работает аптека. Предусмотрены скидки пациентам центра и пенсионерам. Проводятся предпраздничные акции. Медицинский центр работает ежедневно. Расположен в пяти минутах ходьбы от железнодорожной станции Пушкина. Качество гарантирует производитель. Меховые изделия не полезят и не полиняют. И что самое главное, вот такая вот шубка обойдется в разы дешевле, чем в магазинах и даже на рынке. Внимание жителей городских поселений Лесной, Правдинский, микрорайонов Серебрянка, Дзержинец и Арман. Для удобства экономии времени с 1 января 2016 года оплата за пользование услугами вашего кабельного оператора радиотелестрой будет осуществляться с помощью единого платежного документа вместе с услугами за ЖКХ. Спина болит, суставы, голова, в клинику Гусарова пора, неврология, терапия, мануальная терапия и другие виды медицинской деятельности. Дина вернулась. Любимый магазин снова ждет своих покупателей, чтобы порадовать вас низкими ценами и качественными продуктами. Жители Пушкина полюбили универсам за лояльную ценовую политику. Большой ассортимент позволяет выбрать по минимальной цене не только основные продукты питания, но даже деликатесы. Доступные цены, вкусные и качественные продукты теперь рядом с домом. Магазин располагается около станции по адресу улица Писаревская, дом 2. Новый Дина, еще лучше прежний. Приходите и убедитесь. Кадастровы инженеры Пушкинского отдела Московского областного БТИ оперативно подготовят технические планы, акты обследования и межевые планы земельных участков. Специалисты проведут техническую инвентаризацию, а также судебные и досудебные экспертизы и оценку имущества. Геодезисты составят схему расположения земельных участков и выполнят топографическую съемку. Сотрудники филиала имеют доступ к архивным данным Московского областного БТИ. Пушкинский отдел Московского областного БТИ – разумные цены при высоком качестве работ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжаем выпуск. Сейчас информация, которая заинтересует абонентов оператора «Радио Телестрой». С 18 января, согласно приказу Минкомсвязи России, будет изменен частотный план. Настроить канал на новые частоты вы можете самостоятельно с помощью автоматической или ручной настройки в меню. Если у вас нет возможности настроить свои телевизоры собственными силами, вам помогут сотрудники вашего кабельного оператора. При необходимости звоните 8-929-616-17-18 или 8-496-535-2002. В Пушкино спортивно-культурном комплексе состоялся традиционный рождественский турнир по плаванию. Он проходит уже пятый год подряд. В соревнованиях принимают участие не только ребята из Пушкинского района, но и гости из Москвы, Подмосковья и близлежащих регионов. В этом году желающих принять участие было особенно много. Приехало 115 детей из шести городов. А вот пушкинские спортсмены оказались в меньшинстве. Много ребят не смогли участвовать по вине болезни. Но те, кто остался, они выступили хорошо, они улучшили свои результаты. Но я довольна как тренер. Организаторы разбили участников на семь возрастных категорий. Наши ребята завоевали две бронзы, три серебра и одно золото. Первое место получил 11-летний Эрик Катков. Ежегодно в Пушкино растет число кандидатов в мастера спорта по плаванию. В этом сезоне требуемый норматив выполнила Елизавета Звягинцева. В следующем сделать это попытаются еще трое ребят. Если получится, они попадут в сборную Московской области, чтобы представлять наш регион уже на всероссийском уровне. И еще о спортивных новостях. Шестой год традиционный новогодний турнир по шахматам собирает аншлаг. Играть приехали начинающие шахматисты со всего Пушкинского района. Для детей это больше праздник, чем соревнования. Но тем не менее страсти кипели нешуточные. Ребята играли с азартом и полной отдачей, а проигрыш вызывал слезы. Несмотря на то, что турнир проходил в основном среди начинающих и самых юных шахматистов, его посетили ребята, которые уже не один год занимаются и имеют внушительные успехи. Матвею Ибрагимову всего 6,5 лет, с 4 лет ставит мат соперником. После новогоднего турнира готовится поехать в Кострому на чемпионат России. Я думаю, там будет очень интересно. Там будут игроки и посильнее меня. А еще послабее могут быть. Еще одной тренировкой перед важным соревнованием стал прошедший турнир. И здесь ребята тоже попробовали свои силы. Новогодний турнир – это всегда сказка, это всегда радостно, что можешь участвовать с такими же сильными игроками. Это, можно сказать, развивает мозг, поэтому я занимаюсь шахматами. Хорошие успехи ребят – это отражение хорошо развитой шахматной школы всего района. Этому виду спорта уделяется должное внимание. У нас одна из сильнейших школ в области. Не случайно именно в Пушкино филиал Московской областной из Дюшор, в который входит большинство наших воспитанников. Есть свои успехи, есть тевица-чемпионка Европы, и участники чемпионата России. Уровень довольно-таки высокий. И команда, собственно говоря, города Пушкино, детская, по крайней мере, команда, является чемпионом Московской области. Нельзя сказать, что все участники станут чемпионами мира по шахматам или продолжат свою спортивную карьеру. Тем не менее, игра развивает логику и аналитическое мышление. И, как следствие, все игроки со стажем имеют хорошую успеваемость в школе, особенно по математике. Сегодня отмечается одна из самых вежливых дат в году – Международный день «Спасибо». Мы хотим поблагодарить наших телезрителей за то, что и в этот год вы остаетесь вместе с Пушкинским телевидением. Мы работаем для вас. На этом наш выпуск завершен. Спасибо за внимание и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Сергей Михайлович, вопрос о долгострою в Челюскинском. В 2003 году там начали строить жилищный комплекс, но на сегодняшний день он собой представляет примерно следующее. Три башни, соединенные между собой 9, 10, 12 этажей. Отстроены стены примерно на 3-5 этажей. К сожалению, никакого заселения в ближайшее время не предвидится. Люди, собственно, уже отчаялись и не ждут никаких результатов. Какова судьба этого дома? Что ждать? Этот объект строил застройщик «Строймонолит», который сегодня признан банкротом арбитражным судом. Объект признан сегодня проблемным. У нас по этому объекту очень много обманутых дольщиков. И мы сегодня работаем с инвесторами для того, чтобы решить вопрос достройки этого дома. И прорабатываем вопрос передачи из федеральной собственности пятна земли под компенсационную застройку инвесторов, который будет решать вопрос расселения обманутых дольщиков и достраивать этот объект. То есть дома будут компенсировать, заново строить, чтобы... Не дома. Мы ищем сейчас инвестора, который достроит этот объект, расселит людей, которые уже приобрели там квартиры. И решаем вопрос по участку земли, который сегодня передается из федеральной собственности в муниципальную, для того, чтобы выделить его инвестору под строительство жилья в качестве компенсационного участка. Хорошо, понятно. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok Оформление больничных листов и все виды лабораторных исследований. Ультразвуковые и эхокардиографические, ЭКГ, спирометрия. При медицинском центре работает аптека. Предусмотрены скидки пациентам центра и пенсионерам. Проводятся предпраздничные акции. Медицинский центр работает ежедневно. Расположен в пяти минутах ходьбы от железнодорожной станции Пушкина. Качество гарантирует производитель. Меховое изделие не полезет и не полиняет. И что самое главное, вот такая вот шубка обойдется в разы дешевле, чем в магазинах и даже на рынке. Внимание жителей городских поселений Лесной, Правдинский, микрорайонов Серебрянка, Дзержинец и Арман. Для удобства экономии времени с 1 января 2016 года оплата за пользование услугами вашего кабельного оператора радиотелестрой будет осуществляться с помощью единого платежного документа вместе с услугами за ЖКХ. Спина болит, суставы, голова, клинику Гусарова пора, неврология, терапия, мануальная терапия и другие виды медицинской деятельности. Дина вернулась. Любимый магазин снова ждет своих покупателей, чтобы порадовать вас низкими ценами и качественными продуктами. Жители Пушкина полюбили универсам за лояльную ценовую политику. Большой ассортимент позволяет выбрать по минимальной цене не только основные продукты питания, но даже деликатесы. Доступные цены, вкусные и качественные продукты теперь рядом с домом. Магазин располагается около станции по адресу улица Писаревская, дом 2. Новый Дина, еще лучше прежний. Приходите и убедитесь. Кадастровы инженеры Пушкинского отдела Московского областного БТИ оперативно подготовят технические планы, акты обследования и межевые планы земельных участков. Специалисты проведут техническую инвентаризацию, а также судебные и досудебные экспертизы и оценку имущества. Геодезисты составят схемы расположения земельных участков и выполнят топографическую съемку. Сотрудники филиала имеют доступ к архивным данным Московского областного БТИ. Пушкинский отдел Московского областного БТИ – разумные цены при высоком качестве работ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова